Всем привет! Ты смотришь Универ Ньюз. И сегодня в студии я, Диана Шилова. Мы начинаем наш выпуск. КФУ и Центр Кокрейн подписали соглашение о сотрудничестве. КФУ СТОР вновь открыл свои двери. 31 августа в КФУ стартовал Международный семинар Жизгеномов. 31 августа состоялось подписание соглашения о сотрудничестве КФУ и Кокрейн. О том, как это было, ты узнаешь в следующем сюжете. 31 августа КФУ посетил генеральный директор Кокрейн-центра Марк Уилсон. В этот день состоялось подписание соглашения о сотрудничестве КФУ и Кокрейн-центра. Договор нам просто позволит формализовать наши отношения. За этот период, почти год нашего отсутствия в Казани, мы тоже неплохо работали. Мы не только провели формализацию и присоединение к нам три клинических заведения, три клиники. Нам вокруг нашего университета удалось объединить все лечебные учреждения нашей республики. Нам очень важна разработка и внедрение образовательной программы в области доказательной медицины для тех людей, которые приходят учиться к институту фундаментальной медицины. С 2015 года на базе Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального работает первая в России координационная площадка Кокрейн, которая занимается развитием доказательной медицины и собирает данные всех имеющих исследований в мире в области медицины. Очень интересен тот факт, что данная работа была проведена при минимальных ресурсах. И, конечно же, мы ожидаем новое от дальнейшего сотрудничества с вашим университетом в рамках соглашения, которое мы будем подписывать. Развитие нашего центра в КФУ заложит основу для развития самой организации в России. Стоит отметить, что основной целью сотрудничества с центром Кокрейн является содействие информированным доказательствами и решением здравоохранения путем создания высококачественных соответствующих потребностей и доступных систематических обзоров и других доказательств на основе синтеза научных данных. Эта работа является международным признанным стандартом высокого качества информации. Диана Шилова, Роман Самарин, Универ Ньюс. КФУ Стор провел ребрендинг и открыл свои двери в главном корпусе Казанского федерального университета. Церемонию старта продаж брендированной продукции открыл ректор КФУ. Чего ждать от нового проекта университета? Смотри в сюжете Олега Кашина. Церемония открытия состоялась 31 августа в холле главного корпуса Казанского федерального университета. Начиная церемонию открытия, Лешат Гафуров отметил особую роль взаимодействия структуры университета в процессе реализации проекта. КФУ Стор – это совместное действие департамента пиара и рекламы и профсоюза университета. Все-таки эта структура, называемая профсоюзной организацией, эта структура все-таки хоть отдельно юридическим лицом является, но это структура нашего университета. Мы не разорваны друг с другом, поэтому мы долго с профсоюзом в предыдущие годы говорили, чем мы должны заняться. У нас есть намерение и наши базы обустроить. Когда работаешь парик, тогда все получается. Когда работаешь парик, тогда сам для себя, тогда я работаю. Поэтому выборы последние, следующие разумы, Леонид Николаевича избрали. Поэтому сегодня наша обязанность продвигать совместные наши проекты. КФУ Стор был знаком покупателям и до ребрендинга. Магазин фирменной продукции КФУ уже существовал. В этот день он открылся в обновленном формате, при этом расширив свои задачи с простого магазина до зоны приветствия. Это не просто место розничной продажи. Теперь гости КФУ смогут не только приобщиться к корпоративной культуре, но и получить информацию о проектах и институтах. Это новая редакция магазина брендовой продукции университета. Предназначена в первую очередь для того, чтобы все сотрудники, студенты, абитуриенты, родители могли зайти, посмотреть и получить необходимую информацию, поскольку здесь и конституционные услуги могут быть оказаны. И купить какую-то привлекающую их одежду, футболку, сувенир, блокнот, книжку и тому подобное. В планах преодолеть розничную продажу и выйти на мелкооптовую торговлю. Кроме этого, уже скоро заработают и интернет-магазин КФУ-стор. Данный проект поможет не только сделать КФУ более узнаваемым брендом, но и пополнить университетский бюджет. Олег Кашин, Аделя Шамилова, Лев Халиулин, Универньюз. Казанский федеральный университет уже давно зарекомендовал себя как площадка для знаковых событий. Ежегодно университет принимает в своих стенах конференции, семинары, научные встречи. Так, 31 августа в Институте фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета прошел международный семинар «Жизнь геномов». Основной темой выбраны изучения и адаптации к неприятным условиям среды. Подробности в сюжете Артема Тупичкина. КФУ принимает ученых из университетов Японии и Великобритании для научного семинара «Жизнь геномов». Заявлено более 15 международных специалистов и 50 молодых ученых со всей России. Помимо представителей Казанского федерального университета, на семинаре выступят ученые Зоологического института РАН, Иркутского противочумного научно-исследовательского института Сибири и Дальнего Востока, Японских университетов НАРО, Кейо и Рикен, а также Британского Ноттингемского университета. Семинар проходит в рамках работы над грантом Российского научного фонда и проводится с 2014 года. Мы собираем специалистов в области геномных технологий со всего мира. И в этот раз у нас представители четырех японских университетов, а также представители английского научного сообщества, которые поделятся с нами своими наработками и самыми последними открытиями в области геномных технологий, их применения в медицине, в сельском хозяйстве и ветеринарии. В программу семинара вошли обзорные лекции зарубежных и российских ученых о современных исследованиях в области анализа генома и семинары о применении методов генного и геномного анализа. Представлены результаты исследований в области борьбы с патогенами, сохранения клеток моллюсками, редактирования генов и многих других. Подобные мероприятия нужны и важны для КФУ. Причиной этому является наличие в университете большого количества молодых научных сотрудников. Однако оно организовано не только для обмена знаниями и мнениями. Специалисты намечают для себя конкретные планы для реализации своих проектов. Практически все участники либо уже ведут сотрудничество, совместные проекты с Казанским университетом, либо планируют присоединиться. Таким образом, это не только и не столько, скажем, научная конференция, сколько практический семинар и заседание рабочей группы. Семинаром научная деятельность не заканчивается, и ученые уже сейчас строят планы на дальнейшие практические работы. Артем Тупичкин, Владислав Михневский, Универньюз. Как Рейн глобальная, независимая сеть исследователей, профессионалов, пациентов, ухаживающих за ними и людей, интересующихся вопросами здоровья. 31 августа наша команда побывала на лекции генерального директора компании «Как Рейн» Марка Уилсона. Подробности смотри далее. 31 августа в главном здании КФУ прошла лекция генерального директора «Как Рейн-центра» Марка Уилсона. Управление и развитие глобальной организации, создающей знания. На лекции Марк Уилсон рассказал о том, как правильно применять знания и технологии в современной медицине. Для меня это огромная честь присутствовать сегодня здесь, особенно после подписания соглашения, которое состоялось буквально недавно, сегодня утром. И мы надеемся, что сотрудничество КФУ и «Как Рейн» будет очень продуктивным. Как Рейновское сотрудничество существует для того, чтобы решения в здравоохранении становились лучше. За последние 20 лет «Как Рейн» помогло трансформировать способ принятия решений в здравоохранении. Компания собирает и обобщает лучшие доказательства из исследований, чтобы помочь принимать информированные решения относительно лечения. Я жду от сегодняшней лекции новых информаций по поводу того, каким образом КФУ будет продвигаться в России, поскольку знают, что это глобальная, важная для медицинского сообщества организация, которая помогает делать наилучшие варианты лечения всех заболеваний. Организация изучает эффективность медицинских технологий путем критической оценки, анализа и синтеза результатов научных исследований по строго систематизированной, а результаты исследований в виде систематических обзоров публикуются в базе данных организации «Закок Рейн Либрари». Напомним, что КФУ успешно сотрудничает с организацией «Как Рейн» с 2015 года. Аурелия Сташкова, Роман Самарин, Универниус. На сегодня это все новости. Следи за нами в социальных сетях и будь в курсе самых интересных новостей. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok